Ну слушаю, что там у вас? Установили связь-то? Договор-то заключен, нет? Да, они сбросили, но и мы только не успели оплатить. Ну, в понедельник уже все. Я жду, прямо жду. Охота мне закончить. Ну, договоримся, куда поехать-то по нашим спонсорам. Ну, это же надо в будний день. В будний, конечно, в будний. Мы можем здесь быстро все сделать, только узнать, расположены они, скажут написать, а тут тогда уже вместе можем ко мне зайти, чтобы я не ошибся. Они по интернету все получают. Для нас это очень большая помощь. Тем более нынче собираются люди, даже могут с ребятишками там быть, не только тестов, даже другие. Ну, вот так. Только что мы вернулись недавно с моста. Я сегодня еще там утворил-то на мосту. Заранее обдумал, приготовился, с какой стороны залазить. Залазил с одной стороны, а с той, 70 шагов после пройти, то с другой стороны залазил. С другой стороны там не видно. А здесь тебя смотрят все и на корабле, и мимо идут. Я заранее подготовил на глубину какую, железку замерить, сколько от воды нигде нет в интернете. Сколько до этого. Когда взрывает, им надо подниматься. Я им дам примеры, потом, может быть, данные отнесу. Ну и никак. Ветер дует сильно, отдубает ветер. А я думал на капроновую нитку, а получилось на веревочку. А веревочку-то захватывает и несет. Ну, кое-как. Сколько вот было, связал, посредний связал, и она воды коснулась. А теперь я туда заранее взял палочки, и когда она ровно встала, я на этом месте палочку заложил. Теперь по палочке мерить буду. А теперь дальше пошли. Любовь Николаевна говорит, вниз, а я на дорогу, чтобы там она захватила, нажала ее, а я теперь отсюда узнаю, сколько до дороги. Сколько вода... Вот это все сделал, принес и спрятал. Потому что я не знаю, какая будет реакция. Не буду пока говорить, потом на капроновую достану, и нитку-то бы не дул ветер так. А эта-то веревочка, ее ветер захватывает там, а тут же оно сильно идет. Ну, ограждение такое. А то вот сегодня сейчас вернулись. Пошел, оставлял съемочный аппарат, это видео, Сергей снимает. Надо зарядить его, пошел нигде нету, то ли уволок, то ли еще. А этот теперь я заряженный у меня, я хотел оставить, а тот взять. Ну и готовлюсь к проповеди. Проповедь будет сегодня на слово, кто такой свой, кто чужой. Вам вот понравится как. Обязательно. Да. У меня тоже радость. Сейчас были в ГИБДД и все оформили, слава Богу. А та женщина, которая пряталась, то что? Вытащили? Все, она пришла. Пришла, вытащила. Да слава тебе, Господи, мы так молились, прям, я не знаю, Господи, помоги. Ну, все-таки государство защищает маленько нас? Нет, это просто добровольно вот она пришла. Ну, ей смысла так прятаться не было, просто она могла тянуть это время. Ну, это однако же власти-то обратили внимание на это? Нет, мы пришли, чтобы оформить. Мы сами пришли, мы, то есть нужно обязательно два участника, одному не оформлять, только двум. Понятно, ну и правильно. Но она полностью, на сто процентов виновата. Да, да, она все пришла. А что она говорит, почему она врезалась, куда она спешила? Нет, она говорит, не видела меня, но она какая-то немножко заторможенная, не знаю, что. Да как пора отобрать права у нее? Ну, у нее тоже и машина давно, как у меня, и возраст примерно, как у меня. Вот я вижу. Две коровы у нее, две коровы встретились, я говорю, две коровы на дороге встретились. Я вот гляжу, сколько едут женщины, без подков все. Да и много за рулем сидят разного возраста, а мужчины чуть не все с головным убором. Я иду, когда туда, пешком же идем с Любовью Николаевну, это. Я все это смотрю. У меня что, забота? Володя опять думает идти сдавать. Он сдавал здесь, наверное, раз пять, и там, сколько денег перепортил. Зачем нужно-то? Здесь она тебе, машина не нужна, а там ты и так привезешь ночью, никто не видит. Что тебе надо-то? А я все равно буду сдавать. Ну, то есть, я не могу ничего сделать. Как-то бы с ним побеседовал кто. Зачем она ему, машина-то? Когда он не реагирует, у него реакция заторможенная просто. Он увидал там бутылку-то, уперся, и все, и сразу слазь. Вот. Когда сели, он говорит, не пристегнулся. Так, вы же начальник. Здесь нет начальника. И мы лазим, опять деньги взяли и пошел. Ну, я вижу, какие тут показывают. Как женщина сидит за рулем. В интернете есть специально там. Она разворачивается задом. Одну машину ударила, вторую ударила. Ты оглядываться, кто не видит. А потом поехала, там, куда заряжает-то, и шланг отторванула. Особенно на заднюю скорость не каждый умеет делать, развернуться. Вот мы с Витей ездили, он задом не может совсем. Тогда ему надо вперед ехать. Хоть пшеничное поле, хоть какое, он по нему развернется и туда. Ну, ладно уже, съездили. Я на все это смотрю, надо себя определиться, надо тебе или не надо это. Ну, не жалеешь, что с многоэтажки-то ушла? Я в многоэтажке еще пока. Как так? А у кого? Ну, я же у сестры живу. А, нет, свою-то хотела, куда меня водила-то. Не-не-не, что продала ее, не, они не жалеют. Ну, так вначале работать, доделать дом-то? Ну, дом там что-то доделывают и доделывают, ни конца, ни края. Ну, они еще не делают, а деньги тянут. Ну, нет, там, вот, Игорь Юрьевич-то занимается всем этим сам. А кто ими руководит? А сколько человек-то там? Игорь Юрьевич руководит, отец Андрея, который приезжал к вам. А, я видел его. Ну, еще он говорит, когда в Лазина-то будут? Ну, сказал, что к июлю должны все сделать, не знаю. Так их еще нету? Кого? Ну, кто работает-то? Так работают... Нет, там работники есть. А-а-а. Я не лезу туда, они там все равно. Ну, не знаю, все же такие работники-то. Я опять об своем говорю. Если у нас это получится, мы сразу же посмотрим, что у нас будет со средствами. За эти, за трехтомбик-то деньги поступают какие-то? Да. Ну, и мы должны издать, самое важное теперь останется после проповеди в стихах. Это к истинному православию, уже за это молятся. И издать надо будет тысяч пять. На это рассчитывается. Почему? Потому что больше нам не удастся это сделать. Первый был одна тысяча, второй я сделал три тысячи изданий. Это третье издание. Ну, вот это, которое сейчас готовится, очень хорошее будет. Очень сильное. Проповедь в стихах. Вячеслав кинул все. Да, проповеди. Там вот все это подготовил этот Вячеслав-то. Какие данные-то? Сейчас я вот подскажу. Он все это подвел по одинаковому количеству, что было. Так. Так. Фотографии. 384 страницы на 4 тома. По 96 страниц. Дальше. Стихи в первом томе 854 стихов, не страниц. Во втором. Это 850, 880, 847 и 847. Итого 3398 стихотворений. Потерянные где-то не знайте. 69 нигде нету. Это где-то в другом месте были они. И так они остались нетронутые. Так. Что тут дальше? 882 страницы в каждом будет. 96 это фотографии. Итого 978 страниц в каждом том. Такого еще не было у нас. Да. Это солидное их знание. Да. Ну, там есть что. Если найдутся люди, которые будут серьезно относиться, для них это будет помощь большая. Там эпиграфов только сколько. А вот эти у меня 69 стихотворений потерялись. Не могу даже понять где. Хотя бы слово одно знать с них. А как потерялись-то? Не знаю. Я знаю, что общее число 3467 было у меня. А здесь теперь насчитывает 3000. Вот. 3400. Беда. Ну, и вот получается, что 69 отсутствует. А где они? Когда? Не знаю. Я знаю только, которое сейчас вошло и которое было, когда подсчет шел. Потому что у меня на промывку брали его. Виктор брал. И... Не-не-не, все будет там. А там у меня такие материалы были. В единственном числе ни у кого больше нету. Все. Стерто, чисто, вымыл. Я уже стараюсь не говорить, потому что не вернуть. Да ты, видите, ты же говорила, что не тронет. Да оно не тронуло. Ну, нету пустое. Папка есть, а она пустая. Из папки. Как она могла выйти? Не знаю. Ну, вот видите как. Надо было все сначала перекачать, а потом уже делать. А у меня перекачивать некуда. Ну, я просто не жалуюсь. Все равно как-то думаешь, что многое может то, что было бы и нужно здесь. Когда-нибудь может обнаружиться, где они и какие. Вот если бы... О, это трудно искать. Очень трудно. Это надо перемолотить все 3467, и которые сейчас есть. И сравнить тогда уже где. Нет, нет, не сделать никому. Это на год работы хватит. Да и я узнал, каких нету. А где они? А где искать-то их? Как вы их считали? По названиям считали? Нет. Вот, допустим, 3467. Я беру редкие слова, записываю. Стихотворение называется так-то. А редкое слово такое. Я его обнаружил. Теперь я запускаю, которое сегодня. Нету его. Нет, я поняла. Вы когда их считали, что 3497, вы как их считали? Нет, по годам. Тогда было по годам. Она у меня была... В этот год столько-то тюрьмы, столько-то, столько. Потом общую я сложил. А они не все входили в это, которые взяты. Взяты-то из книг, открытым оком. И первая книга, которая вышла, церковь, свобода, тюрьма. Тут у меня все на глазах. А которая по годам, ее нигде нету теперь. По годам никто не снимал, кроме меня. А ее стерло в половой где-то. А раз ее стерло, поэтому... А когда общее у меня на стихотворение... А в один я реку все насхожу. Вот она там что-то делает, Кондратюк, и такое-то стихотворение. Какое-то слово. Я только раз, одна минута не прошла, я уже знаю. Все стихотворение вытаскиваю. Куплет был укорочен. Там одного потеряно строка или две. А что ты будешь писать? И у меня интересно. Я закончил последнее стихотворение. Написал 2010 год. А перед десяткой идет 11. Это ноябрь. А перед этим идет год. Это... Что там у меня? 12. 12... 11... 12 числа ноября 2010 года. Последний написал и ручку спрятал. Такие желания были, такие моменты, но я никогда не возвращаюсь. Кончено все, к этому нет возврата. Ну, это и так-то. Там сколько? Да. Ну, вот такое дело. Я все еще зацикленный, когда я получу экземпляр хотя бы. Чтоб другим показать. Вам, конечно, надо. 8800 будет стоить. Я уже сказал. Никак. Потому что цены везде такие. И там, которые я сказал, такая цена держать общая, когда будет заказывать. Все равно будут люди. Мы поймем... Но уже оплачивают, оплачивают хорошие суммы. Ну, вот. И когда мы рассчитаемся, сразу узнаем, сколько к истину православия. 440 страниц, кажется. 440. Ну, и вклеек будет. Четко к этому добавить. Допустим, покаяние. Я к нему ничего не могу добавить. Бродобритие. Там, винопитие. Пост. Там все закончено уже. Ничего нельзя. Но грижу я вставляю, что у них всегда более бедное. У меня Библия взятая. Святые отцы. Каноны церкви. Жития святых. Там буквально все высосано. Так я 40 лет его толок. Вот о крещении, да, я думал, добавить надо. Посоветую с Вячеславом, как в каком месте. А кроме того, мне куст помогал. Там заголовки. Начинаются названия. И такие, ну, как гравюры делают. Как они их перетянут себе, тоже не знаю. А хотелось бы, потому что эти вензеля человек делал. Старался. Он художник. Ну, вот так. Сделают умельцы. Когда вам будет? Да расчет-то когда будет? Или кто ремонтирует-то будет? Машину-то? Ну, сейчас в страховую компанию надо будет обращаться. И там еще долгая эпопея. За что, к 10 июня не поправится? Не знаю, ничего не знаю. Ну, смотри, с Андреем поговори. Меня-то отправлять надо будет как-то. Нет, ну вас-то отправим на другой машине. Вы все равно уже на микрофон. Ну, как-то надо. Если что, мы продукты я везу. Надежда-то Васильевна уехала у меня. И Людмила была тут, матушка. Я один сейчас все это поворачиваюсь. У вас Любовь Николаевна-то там осталась же рядом. Да она тоже ходит по больницам что-то. Что-то я не знаю, то ли созрение мое или что. Вот она уже распрямляться начала. Мы идем под рукой. А как только дорогу, так рука за руку. Я приучаю все. И она готовит, приносит мне. Я перешел на двухразовое питание. И то, что она приносит. Маленькие там где-то. И, ну, испугался, что я полнеть буду. Я никак не хочу. У нас сосед был такой. Федя. Прям сосед рядом. И такой вот толстомордый, слюнявый. Мы так боялись этого. А я так все. Я бегать не могу. А шагаю-то быстро. Никто не догадается, что я калека. Да уж. Да. Таким калеком бы нам быть. Да. Вчера. Получили от меня вот это-то. Говорит, как мне под старость-то быть таким бодрым-то. Я написал. Я ему. Я говорю, это не все еще. Я ничего не выдумывал, во сколько вставать. Я не могу эти моменты объяснить. Потом только нашел матери Терезы. Там сотни тысяч. И все 4,40. Почему не в 5, не в 4 часа? Я не стал с этим спорить. Но у нас все так и делают теперь. Что-то в этом есть. Ну, мне не дано разгадать. Ну, и все остальное. Питание. Я показал, сколько у меня находило теми деньгами. 9,80 до 11. Ну, люди видели, что я работаю. Тачки, бетон возить на вторую. И там фазоочники были. Они мышь убили. У меня хлеб лежит в сумочке. Они между кусочками заложили ее. Там еще только не было. Стекла надолбили. В валенок мне и кирпич забили. Мне домой ехать надо. Я работаю там в сапогах. Сырость. Вытолкнул. Все. И ничего нету. Ни с кем не связывался. Никогда. Святым Духом питаетесь вы, Игнатий Тихонович. Ну, Дух Святой знает. Вот у меня, Надежда, мыться надо там. Воняет то другое. Я говорю, ты знаешь, что вот, как приехали за 8 месяцев, я два раза только помылся, сходил, Татьяна. Два раза. Вот. И мне нужды никакой нету. И вот я не раздеваюсь, ничего в этом хожу и в этом цирке. Вы меня потерпите. Вот сегодня тут они брюки кто-то подсунул. Их надо отрезать сантиметров 20 с лишним. Я поговорю с Татьяной-то. Может быть, она Алексеевна. Сынгаева. Она мне рубашки шила. И мне никакой нужды нету. Время даже терять не на что. А тебя не пахнет тоже. Ты святой. Я говорю, ну вот тебя на осветиле. Я потею. Приду. Майку вытащу. Все просушу. Опять надену. До стирки. И запаха нет. Она нюхает, нюхает. Ничего нету. Ну, нету. Вот и все. Так я нисколько не тращу. Как я успеваю-то это все? Вот сейчас пошел. Закладки сделал в Библию. Все. Проверил. Все. Готовили. Ну, вот видишь, какая жизнь. У меня, может, самый большой недостаток. То, что я в свой возраст не вошел. Стонать не научился. Лежать не научился. Не бережете себя. Ну, я вот смотрю, что все время с молодежью. 45 лет директор детского лагеря. А то мелюзга. А со студентами сколько? Преподавание. Ну, и вы-то тут около меня не старые. Я гляжу, Надежда, так косится. Я сажусь-то рядом. Гляжу. Она прямо... Она из старообрядцев у них страшно ревнивая. И я это прекрасно вижу. Но стараюсь не смотреть. Ой, прям беда с людьми. Если человек верующий, он не может ни ревновать. У него этого нету. У него Господь это все вычисляет. У меня даже на одну секунду никогда не было. Ну, как это так? Сердце должно быть открыто для работы с Господом. Он меня на это дело поставил, избрал. Как я могу бросить? Я ни одно стихотворение, и даже стихотворением-то называть боюсь. И Господь это сделал. Я когда считаю, буквально все они для меня как первый раз вижу. Представь, ни в черновиках, ни одной помарки нету. Это семь пальчик по 500 листов и еще маленький. А сверху до низу. Невообразимо. Там просто... Я тут начала тоже проверять, то время у меня появилось, и все, и опять это, как говорят, залипло. Да. Вот как Бог делает. Я сам считаю, и в другой раз Витя подсуну. А он сколько уже? Больше 70-й напел. Виталий Калиников. Вначале уже подряд второе уможенное. Молодец. Она, что, как ребенок незнакомый, причащается, а мать его толкает. А мне хорошие стихи. А тут кто, Вячеславовый отец писал стихи, бросил писать сразу. Тут писал этот предской, как его Иван. Предской, да. Да. Он тоже перестал писать. Почему? Когда я ему свои-то наподсовывал, вы маленько смотри, это писала, даже книжки выпускала, голубя тоже перестала писать. Ну так, сейчас сравнивать. Потом, это нельзя даже сказать. Даже на что у нас такой чтитель, брат Игорь Владимирович. И то, с второго, с третьего заезда только начинаю погружаться, и тогда я вижу, ой-ой. А один просчитал у меня так, вот это здорово. Я говорю, ты до конца считал, досчитал. Тут что-то нет. А потом просчитал, да ты, дядя, нахал, говорит. Нахал. Там такое сказано, все закрыто, и никакой нецензурщины нету, ничего. Вот. Вот, что женщина, он-то писал стихотворение, знаешь оно? Я женщинам всем благодарен, и в досталь. Вот прошу. Да. Которые мимо меня, не заметив, прошли. Взвинули лишь косы, с змеей струилищей косы, занозой в них не вошел, и нечего того расшить. Вот и понимаешь. Вячеслав его еще разбирал построчно, что означает, загадки загадывал. Да. Я сам потом разбираюсь, смотрю и думаю, вот это да. Совершенно. Вот бывает плагиат ворует, а я антиплагиат. Мои стихи в разных газетах уже печатают, а я их своими не признаю. Ну написано же, Лапкин. Не знаю. Мне говорят, а такое подписано, это вашими стихами другой. У меня разницы нет. Все равно, мне хватает своего. А там один приспособился, мои стихотворения, и публикует, и подписывает он, Женевский такой-то. Ну, я говорю, ты не бойся. Я как-то привез уголь, а меня я высчитал уголь, и полторы тонны накрыли меня, угля. Я в это написал в газету, там, моя газета пошла вперед, и мне дали денег ровно на полторы тонны угля. Ну, когда привезли, я его свалила, стараясь через дорогу. А я там в окно-то смотрю, а сосед, у него двое ребятишек, и он так оглядывается, и сыпет лопатой, там, отнесся, раз, второй идет. Я посмотрел, не вытерпел. Пошел к нему, подошел сзади, то он меня не видит. Он как глянулся, я говорю, я вижу, ты мучаешься, я тебя разрешил, у тебя ворованного, ничего нет, ты бери, сколько надо. И он там уже, я не знаю, такие отношения, главные, сразу установились. Ну, я вижу, он страдает, топить нечем. Милиционер один пришел, печь зимой делать, со слезами прямо, замерзаем, дети, печь не топится. А я узнал, что вы здесь. Я говорю, ну, зимой я не хожу, чтобы не простить. А я не уйду, пока не сделает. Вот так. Но я пошел, среди зимы сделал. Он после встречается, там благодарности, дети, говорит, на полу играют, такое тепло. Я ему переделал все. Я 40 лет печь и клал. Мне не давали работать, и это я из-за этого излег добро. Я больше времени проводил за пищами. Понимаешь, вот надо научиться вовремя ноги только подставлять. Меня посадили, а добро-то какое. Вот этой площади-то не было, двух зданий-то не было. Батюшка сказал, хорошо, что брата посадили, а то бы молиться негде было. Вот, вот, биография моя одна, что, осколов гулага. так не я ее биографию-то делал. Господь, я говорю, безбожники, через вас, если бы вы меня не топтали, а посмотри, которое стихотворение, подписано, тюрьма, тюрьма, тюрьма. Я только за одну тюрьму 86 стихотворений выездил. Да я их так мелко написал, а потом кашу дают, там, такая овсянка-то. Я по краям два листика завел, слепло, как одно. И нигде меня его не отняли. А когда приехал, все, я, ну, все раскрыл и переписал. Мелко-мелко писал. И всего можно сделать очень интересно. А не так, а вот такое, вот такое. Вот у нас даже там по Теряевке там, ну, то не ладно с человеком. А я молюсь. Я знаю, что ждет дело очень нехорошее. Как его избавить? Под меч Господень не лезь. Мне ответ. У Бога все вымерено. Он тоже попал в аварию. Вот. И батюшка, и то, говорит, пришел ко мне, говорит он, со мной ничего не могут сделать. Он поставил задачу, знаю, как потеряю, уничтожить. Понимаешь, нет? Это старобрядцы. И он, говорит, пришел там головой, думал, стол расколотит. Матушка побоялась за стол, говорит, а не за голову. Вот что значит? Ненависть делает человека подобным зверю. И ничего нет, это усилие. А я чувствую и даже ночью поминаю. Господи, пощади. И в судный день не помяни их безумие. И потом могу на ухо сказать, кто еще больше всего буйствует просто. Сумасшествие. А я все знаю. Женщина? Женщина? Женщина. Я знаю. Знаешь, ну вот так. Но ничего не сделаешь. Я поэтому сегодня слово хочу сказать на слово чужой. И когда говорил, я сказал чужой. И чужой библия нам что об этом говорит. И поэтому принимаю с благодарением. Вот у меня что-то там, колени еще. Я иду, только бы не показать виду, что у меня они не сгибаются-то как следует. А когда 124 ступеньки подниматься там на мост. Вот это самое трудное. А я поднимаюсь. Каждый раз спрашиваю любовь Николаевна, полезешь? Да нет. Я туда-сюда. Сбежал опять, пошли назад. А сегодня она была, стала лучше заходить, распрямляться начала. Ну и без нее я бы ничего не сделал. Потому что когда я спустил, там надо было прижать, держать, чтобы прямо шла веревка-то. Да боялись ли? Мало ли еще узнают. А там же охрана. Мало ли еще подумают, да, про вас? Да. Ну все, все замазал. Ой, Паля, вот вы мне можете задать вопрос отдельно. Вот мы просим Никола Чудотворец о людях, о животных. Вот давай сейчас разойдемся. Только стукнем и через минуту заходи ко мне и расспроси меня про тварей, кого я больше всего любил и что из этого извлек. Давайте я сейчас ноутбук открою, там удобнее будет, чем с телефоном. Да, давайте, все, я отхожу. Это минут пять. Да. Вот так. Ну вот такое, что я каких птиц знал, любил. Трисогуски. Ей скворечник надо, чтобы литок был сбоку, потому что у нее хвост поворачивать ей надо. И это сильно влияет на твое состояние по отношению к жалости, к природе. Да, я на лошадях там скакал, знаю, это все, с коров пасли. Но это все попасы оставил. А голубь, он у меня в комнате, вот эти два жили. Я их яйца взял, под черных подложил, а она бесплодная была. Я же говорил, как голуби-то исчезли. Я замерил расстояние, сколько до них. Она завтра их задержала, голуби, они вернулись. Я им строго наказал, смотрите, они вот так головы слушают. Отпустил, они опять туда полетели. Ну, а потом вернулись. я несколько раз туда-сюда за день-то посмотреть. На касс отца они, я говорю, на касс отца запомнили. Ну, вот, какие птицы-то. Куриц я никогда не держал, гусей не держал, отец всегда держал, мы это видели. Это, без этого ему никак нельзя, надо было семью кормить. Десять детишек, десять. Едва. Вот, что сказать про птиц, про животных. Теленок только, корова отелится, его в комнату завозят, чтобы он не замерз. И поэтому надо, чтобы он вовремя оправлялся. И поэтому сзади у него так мы погладим, он начинает оправляться. Оправился, значит, сейчас он не будет. Мы это все знали. А пить-то охота, молоко. Роста-то нету. И одна корова была, камолы, рогов нету, а вот только утолщение. И она такая спокойная была. Как только в лох загонят, ниоткуда не видать, мы под коровы, и в рот себе доешь и поешь. Вот начнешь говорить, у человека, который в достатке живет, у него ничего нету. Он не может вспомнить. Вот сейчас я посмотрел, вот сегодня узнал, с какого, там, катерок или как, какое расстояние это вымерло. я в милицию подам, может быть, эти данные, чтобы они сделали более низкие, смотрели, чтобы техника говорила им, там кто-то выше этого уровня подбирается. Там взрывы когда устраивают. Мы молимся, ну и по делу вот сегодня я замерил. Пока мне надо до конца вымереть, копровную нитку достану, еще раз перемерим, и дальше будет видно. Вот так. Нашел себе работу, говорит. Нашел, и притом интересно так, с той стороны... Даже дети этим не занимаются. С той стороны зашел, откуда не видать. А потом на эту сторону, тут все эти, баржи, все сфотографировал. Вот смотрите, мост, смотрите новые ролики будут. Это очень интересно. И опять веревочки смотал, принес и спрятал. Мало ли еще. Ну ничего, мы валет. С той стороны на все гляжу. Да? Да. Еще тут плохого. Благотворение ваше. А иконы у вас чьи? А это сестра мне, сестра отдала чьи-то. А, мы вчера ходили, ярмарка была у православных, Дмитриевская, где здесь стоит, на площади Спартака. И там примерно было, я не знаю, наверное, из 70 областей. Я кое-что маленько поснимал, невозможно. Люди писания не знают. Совершенно. И поэтому квитки пораздавал, кое-где побеседовал маленько. И там у нас знакомые в кочегарке. В кочегарку так много сдают эти, которые диски играть, божественное там много. Мы все вчера приволокли сюда, на тележке. Сейчас выставим в трапезную, и кому надо, чтобы брали люди. вот что я могу сказать. Не давай покоя телу своему, никогда не ложись в нем спать, ни под каким бедом. Сидя только вот так вот. Откинься маленько, ну не больше там 15-20 минут. Я говорил, как меня ангел будет. 15 минут, и слышу вот стенку, как удар какой. Кто? Кто где? Нет, я сразу на молитву. Вот сколько раз было, я так благодарен Господу, что отвечает на все. Ну и что сказать? О птицах я все сказал, голуби. Тут я знаю все. Какие породы, как с ними обращаться, как спасать, ну и проще. В Египте там специальная есть область, где, я не знаю, где Каири, там где у них, приезжают люди, ищут этот ресторанчик, где бывает жареные голуби, нафаршированные, это отдельно, они небольшого, едят прямо с костями. Пережаренные. Вот так. А у нас, если где, это деликатес. Ну все голубей, там много держать, и часть убираешь. Никто уж не удивляется, что осенью кури сколят. Так и здесь. У меня их много. Одевать некуда. Выгонять, выгонять не будешь, это законно, пища. Но я сам не ем никогда. Если там вода наварится, что-то дают, я не разбираю никогда. Все это. Если свинья, я не буду есть совсем. А остальное, ну что сделаешь. Ну вот так. Спаси Христос, Игнать Тихонович. Аллилуйя. Вашу любовь и к нам, и к животным. Да, Господь так дает. Надо никогда не стонать. Я все время думаю, сколько их видел, в дом ходили, престарелых, там лежат, повернуть нельзя, поворачивает, кость сломалась опять. Это страшно сказать какие. Она лежит, руки вот так вот, а говорит, кошка залезла, рот закрыла, она дыхнуть не может. А я хожу, у меня руки, ноги, я гимнастику когда делаю, две ноги поднимаю, качнусь вперед, никогда не узнаешь. Потом на коленях я по одеялу, толкусь сколько. И потом ноги святой водой каждый день с крестным знамением обтираю. Надо жить интересно и красиво. А это, ну все, еще впереди настонемся. Конечно, мы не знаем, как закончится жизнь, но должны ценить Божье, сегодняшнее и благодарить Бога за то, что у меня не самое худшее. Чтобы вот я возраптал, у меня мыслей никогда таких не было. Как так? Да люди много, больше трудятся. И меня до такого возраста, 10 июня будет 84. Это же не игрушка. 84. И все спрашивают, а кем работаешь? То есть им не верится, что я не работаю. Но я работаю. Вот это там написали у малой и маленький человек там, но 15 часов в день отбузовали, и теперь видели, как я бегу за этой машиной-то. Да, да. Виталий Калиников ролик составил. Все надо жить интересно и красиво. Вот если это выйдет, четырехтомник, это что-то. Тем более, корочки такие сделали внизу, два раза меняли. Советы разные давали, сравнения. Мы все учли. Не так, чтобы я уперся, и этого нету. Я всегда самый маленький человек. Зашел, я смотрю, знает, не знает. Вот. Сильно тут меня допекала одна сестра, она любит порядок, и она права на все 100%. А я гоню скорее. Они говорят, неровно там указания из Библии где-то. Все выровняли. Там Вячеслав, эта сестра. Там у меня черта стоит. Не черта должна стоять, а Дефис. Она там по ней поменьше. Ну, ведь он, там, Вячеслав все за этим смотрит, и каждый день мне сбрасывает. Вот дал же Бог такого человека. Понимаешь, как? Это даже не выразишь. Сколько радости, вот это общение с вами, куда надо, что это. А которые одиноки, вот ко мне ходят там один Володя, он один всю жизнь. Там сестра его, племянница из дома уже выгнали, считай. Я никогда. И ни одна никто мне не посягает. У меня все есть. Обратился. Все, пожалуйста. Конь запряженный перед домом стоит. И что, мы ходили, и где, и проще. Это все пошло на пользу. Бесполезного не было. Ничего не было. А пенсию не только дали, а теперь инвалидность. Ну, там сколько? Тысячу добавляет или еще? Добавили еще. Ну, вот так вот. Надо жить интересно и красиво, я говорю. Ну, все у меня. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Атака.